Дота 2 Дота 2 Дота 2 Дота 2 Дота 2 В школе у меня тоже все было хорошо. Учился на втором курсе университета. Ну, в общем, ничего необычного такого. И меня сейчас поймут многие студенты. У многих это есть проблема. Я бы даже сказал, не проблема, а это очень важный такой момент, когда нужно что-то распечатать. Проблема не серьезная, но очень частая. И если у вас нет принтера, вы ищите разные варианты. Если все закрыто, то единственный вариант, который остается, это знакомые какие-то, у которых есть принтер. Собственно, у моего двоюродного брата, который младше меня на полтора года был принтер, и я написал ему, видите, как что, есть вариант, да, приходи, распечатаем. Пошел к нему. Пока он там возился с принтером, сидел, клацал по рабочему столу и нашел какое-то видео. Оказалось, что это финал WCG 2007 по StarCraft Brood War. Сторг против PG. С комментариями Брюса. Для тех, кто не в курсе, WCG на тот момент это был самый престижный турнир в году. То есть, круче, чем WCG. Ну, было несколько турниров, которые были примерно равны, но WCG считался самым-самым. То есть, это как Олимпиада была. Сейчас, конечно, размах WCG гораздо... Не скажу, что гораздо меньше, но WCG не такой престижный, да и вообще не факт, что он будет проводиться дальше. Но тогда это было все. Я, естественно, об этом ничего не знал. Я посмотрел эти видео, мне безумно понравилось. Начал спрашивать у брата. У нас тогда особо не было интернета. В основном была развита локальная сеть. Интернет был дороговат. Ну, и я посмотрел в локальной сети все видео по StarCraft с комментариями Брюса, Not4U. Нашел несколько видео по Варкрафту с комментариями Майкера. Все безумно понравилось. И начал потихоньку, так как видео начали заканчиваться, искать в интернете. Там 10 мегабайт было бесплатно, но кое-что можно было выкачать. Тем более, не так сильно меня это еще увлекало, чтобы действительно тратить очень много трафика. Хотя на 10 мегабайт, вы сами понимаете, не забалуешь. В конце каждого видео, естественно, автор говорил специально для сайта ProPlay.ru, GoodGame.ru и Not4U делал для 3D. Брюс и Майкер сначала делали для ProPlay.ru, но как раз-таки к моменту, когда я начал этим интересоваться, они уже ушли. Создали свой сайт GoodGame.ru, он до сих пор работает. Наверняка многие из вас его знают. Отличная площадка для стримеров, у них свой плеер. Но тогда он был посвящен киберспорту и трансляций там было довольно-таки мало. То есть в основном журналист, такой портал новостной, где были новости, интервью и довольно-таки мало трансляций. Из тех трансляций, что были, все лагало. Лагало не так, как сейчас подлагивает, а лагало там 5 секунд показывало, 10 не показывало или вообще не грузилось. И смотреть было абсолютно нереально. Поэтому использовали следующую технологию. Было радио и было ВАХ-ТВ. ВАХ-ТВ это что-то типа Дота-ТВ для Варкрафта. Ты загружаешь определенную игру, паузишь ее в момент, когда часы в игре показывают 12.00. И на счет 3 вместе с комментатором, слэш SP1, поехали. То есть первая скорость, грубо говоря. Все это было очень увлекательно, конечно, так как аналогов вообще не было. И мне всегда нравились компьютерные игры, в общем-то там с детства. Когда пришел, помню, к другу, первый раз поиграл в Counter-Strike по сети. У самого сети тогда еще не было. Меня просто это дико увлекло. Через 2 месяца появилась сеть. Я играл дни напролет в Counter-Strike. Несмотря на то, что где-то статистика была 1 на 70. Я диким нубасом был, мне кажется, самым нубасом жестким в мире. Но я продолжал играть. И мне безумно нравилось. Мне просто безумно нравилось играть в Counter-Strike. И просто умирать раз за разом, неважно. Главное, сам процесс. Такие, в общем-то, были дела. Все больше увлекаться я начал Warcraft'ом. Так как StarCraft комментировали пореже. Выходил он в неудобное время. А Майкер довольно-таки регулярно делал различные выпуски. Там видео каких-то. И, в общем-то, это все очень-очень нравилось. Очень было интересно смотреть. Тем не менее, StarCraft Brood World все еще был в моем сердце. Поэтому, когда я нашел, что можно смотреть Корейскую Лигу. А Корейские Лиги это был самый сок вообще. Это было самое, что ни на есть. То есть, был Корейский StarCraft и было все остальное. Разница была все равно, что, я не знаю, профессиональный футбол и дворовая команда. Ну, может быть, не дворовая команда. Но, может быть, не знаю, там, чемпионат Испании и чемпионат России по футболу. Ну, вот какой-то такой вот размах. Даже вот чуть побольше разница. Смотрел я это все прогуливая универ через программу TVANS с корейскими комментариями. И это мне было все равно. Мне это безумно нравилось. Но, чуть позже появился такой портал, как SK2TV. SK2TV.ru. До сих пор на нем сижу. Он довольно-таки сильно видоизменился с того времени. Ну, скажем так, была одна версия. Сейчас вторая версия. Вот вторая версия. До сих пор похожа на то, что было изначально. Но, главным образом, он изменился идейно. То есть, раньше... Я вам чуть позже покажу, как это все выглядело. Раньше все было совсем по-другому. Нашел я этот портал, так как все время искал, где бы посмотреть StarCraft. Был сайт reps.ru. И вот там вот... Там практически не было никаких онлайн-трансляций. Но, там я нашел. Там все вырепки выкладывали, вводы. Нашел ссылку, что есть вот такой портал. Там комментирует StarCraft корейский. С русскими комментариями. Он только появился. Так что, на SK2TV я практически с самого старта его создания сижу. Ну, и смотрел по утрам. Смотрел по утрам, смотрел вечером. Смотрел очень много. И получал огромное удовольствие. Ну, естественно, никаких мыслей о том, чтобы как-то туда ворваться, не было. Потому что казалось все это дико сложным, нереальным и вообще очень-очень... Очень-очень далеким, скажем так. Также, помимо того, что увлекался в интернете всем этим, также было интересно как-то вот все-таки приобщаться. И, пожалуй, первое мое такое приобщение комьюнити стоялось на сходке GoodGamer. Их спонсор был тогда еще Касперский. Я не знаю, по-моему, сейчас до сих пор он. Но какой-то, в общем, был дико холодно, зима на Тверской. Какой-то был то ли праздник, то ли что-то. Может быть, какой-то день чего-то там. День здоровья, может быть. Ну, в общем, было очень интересно увидеть людей, которых я слушал по интернету. Там Брюса Майкер оказалось, что вообще они очень далеко, а вот они настоящие, живые. Ну, я думаю, что многие из тех, кто слушает меня, прекрасно понимают. Вот. С тех пор, конечно, прошло много времени, и этого чувства уже, пожалуй, не вернуть. Но... Ну, оно вызывает определенные такие интересные эмоции. Ну, и, собственно, шло время. Все больше я смотрел и Варкрафт, и Старкрафт. Из особенных таких событий стоит выделить, наверное, ВЦГ, конечно, которые я смотрел каждый год. В 2008 году оно было в Кёльне, если я не ошибаюсь. Там Граби занял первое место по Варику. По Старкрафту... По Варкрафту Хэппи занял третье место. Со Старкрафтом не помню, что было. Ну, было также интересно. Посмотрел все, там, все интервью. Очень-очень много времени этому уделял. В 2009 году оно было в Китае. Игры начинались рано. Наши играли, там, с утра, допустим. А еще плюс пять часов. По-моему, Хэппи начинал играть в восемь утра. Восемь утра по Китаю. То есть, в Москве это было в три. Вставал в три ночи вот так вот, держа глаза. Смотрел за тем, как играет Хэппи. Ну, и все это... Все это приносило огромное удовольствие. Ощущение того, что особенно это так уникально. И довольно-таки мало кому это интересно. Оно как бы придавало особой такой, я не знаю, романтики, что ли. Давайте сделаю чуть потише. Что у нас следующее по пункту. Да, ну и стоит, конечно, отметить StarCraft Brood War, который был интересен не только своей игрой. Да, корейские прогеймеры. Я до сих пор, наверное, не встречал в киберспорте вот настолько чего-то жесткого, как корейские прогеймеры в StarCraft Brood War. Это машины. Это машины, которые и тактические, и механические. Они просто непробиваемые, непрошибаемые. И эту машину может победить только такая другая машина. Или просто эта машина может случайно чуть-чуть подсломаться. Если ты прямо изо всех сил пытаешься его обыграть, он может уступить. Но все ВЦГ абсолютно брали корейцы. Иногда даже первые три места, так как они втроем приезжали. Обычно у них было три квоты. ВЦГ такой национальный турнир, то есть там нельзя было много привозить народу. Так бы их привозили 20 человек, и первые 15 мест были корейскими. Ну, чтобы вы понимали. Хотя все старались, все тренировались, буткэмпы, все дела. Но комментировали три человека. Камерой управлял другой человек. Причем управлял он так, что он не пропускал никакого микромомента. Ничего. В стратегии это проще, чем в муба сейчас. Но все равно это очень жестко. Там такие мелочи показывались. Поэтому смотреть было еще интереснее. Ну, так как комментировали наши ребята, русскоговорящие, через рестрим. То есть, качество вот этого сохранялось. Качество показа игры, скажем так. Ну и, конечно, свои там кумиры появлялись со временем. В плане игры я всегда, как только появился Flash, болел за него. С первого, скажем так, его триумфа на ОСЛ. Самой престижной корейской лиги. На которой он, только ворвавшись в StarCraft, сразу дошел до финала. И в финале обыграл Сторка, такого матерого протаса, без шансов 3-0. Комментировали тогда это все Bobby Magic, Just Me в основном. Это была пара комментаторов. Адольф, Каби, Леворга, Брюс комментировал на Гудгейме довольно-таки часто. Ну, в общем, было какое-то такое свое комьюнити. Всех постепенно узнавали. Было довольно-таки интересно. Ну что ж, я смотрю, уже довольно-таки много времени прошло. Не хочу делать очень длинных выпусков. Хочу создать такую небольшую тригу. И, в общем, на том, как я вот заинтересовался всем этим, наверное, первый выпуск мы закончим. Почитаю ваши комментарии. Подумаю над тем, что можно сделать лучше. Не знаю, может быть, добавить какую-то музыку более спокойную. Может, убрать. Поэтому оставляйте их под видео, как на Ютубе, так и ВКонтакте. Если, конечно, на Ютубе его не забанят. Ну и, собственно, в следующий раз мы начнем с того, как выходил второй Старкрафт. До доты у нас еще есть определенный промежуток. Но с выходом второго Старкрафта связано довольно-таки большое событие, скажем так, в моей жизни. И важное для тех, кто вот собирается заинтересоваться киберспортом, которое показывает нестабильность данной сферы и как легко может выбить у вас с под ног. Даже не то, чтобы работу, а убить в вас интерес заниматься этим делом. Собственно, всем спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев. Ну и это была первая часть видео о том, как же я все-таки попал в киберспорт.